Приветствую вас, друзья! На этом видео я расскажу вам 10 идиом, которые нужно каждому, кто планирует заниматься бизнесом на английском. Во-первых, это очень важно, потому что вы доносите много смысла в короткое предложение, и люди вас будут воспринимать как своего. Поэтому обязательно применяйте. А для тех из вас, кому понравится 10 идиом, у меня есть целый список из 50 идиом для бизнеса на английском языке. Скачивайте его по ссылке в описании к этому видео. Итак, первое. No brainer. Значит, что это что-то очень простое, о чем не нужно думать, потому что brain это наш мозг, то есть не нужно использовать свой мозг для того, чтобы принять какое-нибудь решение и решить какую-то задачу. Например, вам говорят, would you like to participate in this project? Говорят, yeah, it's a no brainer. Значит, что да, конечно, я хочу, это такое легкое решение, я его уже принял, даже думать об этом не буду. Следующий идиом, это go the extra mile. Это говорят о человеке, который все время вкладывается, делает больше, чем обещал. Это всегда позитивно, это всегда приятно слышать о себе такое. Например, John is a really hard worker. He always goes the extra mile. Надеюсь, что о вас такое будет говорить. Следующий это raise the bar. Bar это планка, то есть поднимать планку. Имеется в виду, что кто-то поднял планку. Например, задания стали сложнее. И, например, какая-то компания сильно порвала рынок и завысила ожидания клиентов и для всех остальных компаний подняла эту планку. Например, this company really raised the bar. Следующий это see eye to eye. Например, у вас несколько партнеров в компании, и вы очень хорошо друг друга понимаете, у вас одинаковое видение, вы никогда не ссоритесь. Вы скажете, me and my partners, we always see eye to eye. Следующий это talk someone into something. Это когда вы пытаетесь кого-то уговорить на что-то. То есть вам предложили какой-то проект, вы говорите, я не хочу участвовать, но вам предложили всякие плюшки, и вы согласились. They really talked me into this project. Следующий это touch base. Значит, что как бы дотронуться до базы, но это пришло из спорта, в обычную речь, иметь в виду, что я хочу просто с вами сконтактировать и понять, как у вас дела, базовую информацию собрать. Например, we are going to do this project together, so now I just need to touch base and get all the details. Следующий это learn the ropes. Это когда вы изучаете базовые какие-то знания в какой-то профессии. Например, I want to be a financial specialist, so now I just need to learn the ropes, so I got hired at a leading company, so that I can learn the basics, learn the ropes. Следующая идиома, она тоже часто встречается в бизнесе, она даже иногда шутливая, используется это get down to business. То есть давайте наконец займемся бизнесом. Обычно на деловом ланше вы сначала общаетесь про жизнь, про семью, кто где отдыхал. В какой-то момент вы уже хотите перейти к делу, вот вы говорите, окей, so let's get down to business. Вот эти несколько идиом для вас, надеюсь, они были полезными. Если видео вам понравилось, вы хотите больше идиом для разных сфер вашей жизни, ставьте мне лайк и пишите комментарий, на какую тему вы хотели бы идиомы. Кстати, эти идиомы очень полезны, когда вы говорите на экзаменах типа TOEFL, IELTS или ЕГЭ. И вообще в жизни обязательно нужно пользоваться идиомами, потому что мы не роботы, мы любим всякие вещи с переносными значениями, шутливые, игривые. И это показывает, что вы знаете также культуру, как например выражение touch base пришло из бейсбола. И его знают все американцы, потому что они увлекаются бейсболом, это страна, в которой бейсбол самый популярный спорт в сравнении с другими странами. И такие вещи, это культурный нюанс, который, конечно же, использование идиома показывает, что вы в курсе, вы один из своих. И как вы знаете, что бизнес всегда приятно делать с тем человеком, который тебя понимает. Someone who sees eye to eye with you. Скачивайте остальные 50 идиом, пользуйтесь и будьте успешны. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok